Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С молодым человеком не так давно вместе, были в газиях у родственников, я первый раз с ними познакомилась, выпивали, он разговаривал с женой брата, и чётко скучно было, что он сказал за меня вообще две девушки на самом деле. Чуть позже он назвал меня другим именем, конечно я у него спросил, что это значит, знал, что, нажали разговорки, мол мне показалось, и так далее. Спорить смысла не вижу, я не настолько была пьяна, что мне это показалось, у него, у меня к нему пропало доверие, у меня уже были отношения, где не было доверия, как разобраться в этой ситуации, надо ли вообще разбираться. Нет, ну разбираться вообще конечно надо, если вам это мешает, да, вот, если вам это мешает, то разбираться конечно надо. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, в том, хотите ли вы, да, это делать, вот, если хотите, то как хотите, разбираться в этом, то есть, ну вот, какие-то такие вещи нужно брать. Значит, я со своей стороны могу сказать следующее, что если у вас в отношении есть проблемы с доверием, то это в первую очередь сложность близости. То есть, вот, неумение выстраивать близкие отношения, ну, в смысле доверительные, в смысле доверительные отношения, да, вот, близкие, открытые, истинные. Где бы человек мог, ну, как-то, чувствовать себя с вами, с собой, вот, с самим собой, я имею ввиду, вот. И вы, и вы, и вы тоже, чтобы могли чувствовать себя с собой, с собой, с человеком. Вот, если, если этого нет, да, то, вот, проблема начиналась в таком случае. А, когда этого нет, вот, а этого нет, когда люди игнорируют какие-то, какие-то вещи, ну, в отношениях, вот, когда они думают, что, ну, вот, сейчас, вот, там, пройдет время и все изменится. Он ничего не меняет. Когда зажимают, зажимают какие-то, какие-то вещи, которые неприятны. Ну, вам, например, вот, может быть неприятно. Значит, может быть неприятно что-то человеку, да, но он молчал. Это вот в некоторой степени такая вот история про поверхностное общение. Тем более, что вместе вынесли недавно. Это история про гендерное общение, когда люди общаются ну вот только, например, как мужчины и женщины, вот. И всё. Это вот тоже может быть проблемой. Такой, ну, на мой взгляд, достаточно, достаточно, ну, достаточно серьезной. Это может быть проблемой. Вот. И так далее. Поэтому разбираться, вот если мы говорим о том, чтобы разбираться, то я бы, наверное, сказал бы, что в первую очередь с тем, как вы устраиваете отношения с мужчиной, это первое, и чего вы боитесь. Вот. Вот. То есть, ну, вот именно чего вы опасаетесь. Вот. Понимаете? Понимаете? Понимаете, да? И дальше уже, вот, собственно, смотрите, куда и как вы хотели бы двигаться дальше в этом направлении. Ну, вот то, что я могу вам сейчас сказать. Дело в том, что доверие, ну, вообще доверие, вот оно выстраивается же не на том, что человек вам, я не знаю, чего-то говорит или чего-то не говорит. Доверие выстраивается на ваши открытки, на доверие себе. Вы слышите о том, что мужчина называет вас чужим именем, да, вот, и вы говорите, что это значит? А что это может означать? По вашему? Вообще. Вот, что это может означать, ну, что это может означать? По вашему? Это очень интересный момент, что вы не говорите о своих чувствах. Посмотрите, на чем основывается ваше доверие, на каком-то поведении, на уверенности в другом человеке, не на себе. Вот это и нужно корректировать. На этом все, буду благодарен за обратную связь с полным ответом, позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего доброго, удачи, обращайтесь.